Друзья, всем привет! С вами канал StableDiv. Вышла новая модель Flux2. Это совершенно новая модель с новой архитектурой и обученная с нуля. Flux2 поддерживает режим Text-to-Image, Image-to-Image, но это еще не все. Это также еще и Edit-модель. То есть в одной модели есть и генеративная модель, и модель для редактирования. И сразу бомбическая штука. Flux2 может писать на русском языке небольшими предложениями. Встречаются ошибки, но тем не менее давайте разберемся, что нового в этой модели. Flux2 способна работать в разрешении 4К, то есть 4 мегапикселя. Есть поддержка множественных ссылок. Можно ссылаться от 1 до 10 изображений. То есть можно как референс брать несколько изображений. Опять же можно с одним изображением что-то делать, шляпу удалить или прическу поменять. Также можно и несколько изображений брать для референса и, скажем, одевать вашего персонажа в определенную одежду, штаны. Все это собирать и на определенном фоне располагать. Я уже успел немножко это протестировать. Это действительно очень неплохо работает. Далее. Более высокая детализация, более четкие текстуры и более стабильное освещение. По поводу текста, как я и говорил, Flux2 здорово генерирует текст и также здорово генерирует еще и на русском языке. Но по сравнению с другими моделями здорово. Такой модели локальной еще не было, которая так может генерировать текст на русском языке. Улучшенное следование сложным подсказкам. От подсказки действительно эта модель понимает значительно лучше. По какой причине? Потому что здесь настоящая L-Leng встроена. Мистераль Смол А3.1. Это полноценная L-Leng модель, а не T5 модель, как это было до этого. Плюс там клип L модель. Также заявлено, что эта модель значительно лучше знает информацию о реальном мире, освещении, пространстве, что приводит к созданию более связанных сцен. Вая модель здесь тоже другая. Новый вариационный автоэнкодер для латентных представлений, обеспечивающий оптимальный баланс между обучаемостью, качеством и степенью сжатия. Архитектура осталась такой же, как и у Flux модель. Это MMDID плюс параллельный EDIT. Но настройки архитектуры значительно отличаются. Также сама DIT модель стала значительно крупнее. Семейство моделей расширилось. Теперь будет доступно 4 модели. Первая модель Flux Pro, как и с первой версии. Эта модель будет доступна только на платных площадках. Flux 2 Flex – это новый вариант модели на платных площадках. Она будет более гибкой и там можно будет управлять сэмплером. И позиционируется модель Flex как рендеринг текста и мелких деталей. Модель Flux Dev, как и с моделью первой части. Это модель с открытым исходным кодом. 32 миллиарда параметров. Значительно больше по параметрам эта модель. Это модель для генерации и редактирования изображений с открытыми весами, объединяющие синтез текста в изображении и редактирования изображений с несколькими входными изображениями в одной контрольной точке. Это как раз таки модель для нас. Ну и также еще ожидается одна модель. Это Flux 2 Clean. Эта модель будет под лицензией Apache 2.0 с открытым исходным кодом, созданная на основе базовой модели, более мощная написанная и удобная для разработчиков, чем аналогичная модель того же размера. Я подозреваю, что эта модель все-таки будет типа Lightning. Итак, давайте посмотрим, какие нам модели понадобятся, чтобы начать работать с этой моделью. Нам понадобится Flux 2 VIA. Это новый VIA для этой модели. Это модель Flux 2 DEV. Это Diffusion Models модель. И это модель Mr.L3. Это клиповая часть модели. Давайте посмотрим, куда эти модели нужно будет положить. Заходим в папку Models. Вот сюда вот кладем модель Mr.L3. Вот в эту вот папку Diffusion Models кладем модель Flux 2 DEV, FP8. И вот сюда вот самый низ VIA кладем модель вот эта вот VIA. Итак, друзья, у нас вот такая вот схема. Слева у нас загрузка модели. Модели также загружаются, как и для Flux 1. Это у нас генеративная модель Flux 2 DEV. Здесь у нас загружается LLNK Mr.L3 Small 3.1. Здесь у нас одна клиповая модель, в отличие от Flux 1. А здесь у нас Flux 2 VIA модель. Если у вас Sedge Tension и Trite он установлен, может включить этот узел. Если нет, то здесь нужно Disable нажать. Далее здесь мы пишем подсказку. Можем ее писать на русском, можем на английском писать. Понимает, отлично и так, и так. Здесь мы выставляем пропорции изображений. А здесь мы выставляем разрешение от 1 до 4 Мп. Далее здесь у нас выше есть подключаемые или отключаемые референсные изображения. Можно добавлять до 10 таких референсных изображений. Как это сделать? Просто зажимаем Ctrl, выделяем вот так вот эту группу. Нажимаем здесь Ctrl-C и далее нажимаем Ctrl-V, вставляем эту группу. Далее нам нужно подключить вот этот вот кондишнинг вот сюда, вот отсюда уже подать вот сюда. Далее мы, например, здесь просто переименовываем вот эту вот группу в троечку. И вот здесь у нас появляется третий вот такой вот пункт меню, где мы можем включать или выключать третий референс. Если мы просто вот эти все три референсы отключаем, то у нас модель превращается просто в тексту имидж. Мы пишем текст, получаем изображение. Давайте теперь попробуем написать вот такой вот промпт. Женщина с удивленным лицом, верхом на олене, на фоне снежного леса. Фотография. Нажимаем Run. Итак, давайте посмотрим, какое у нас потребление ресурсов. Сейчас у нас начинается как раз-таки непосредственно генерация в сэмплере. И у нас поднимается потребление видеопамяти до 31 гигабайта. При этом всем у нас оперативной памяти потребляется 37 гигабайт. Вот такие вот потребления. Смотрите, но это не факт то, что эта модель не запустится на более слабой карточке. Возможно, просто больше памяти перейдет в оперативную память, а видеопамять просто будет расходоваться меньше. И скорость генерации, конечно же, будет тоже тогда медленнее. Так, у нас получилось вот такое вот изображение. Смотрите, вот такая вот у нас девушка с удивленным лицом на олене, верхом в снежном лесу. Получилось вполне круто. Детализация, конечно же, на лице здесь немножко не хватает. Кожа не совсем естественная, но в принципе это похоже на фотографию. Вот так-то издалека. Опять же, это не самое большое разрешение. До 4 мегапикселей здесь можно генерировать. Ну и опять же, можно какой-то upscale там делать. Но в принципе достаточно неплохо. Это вот прям первая генерация. По поводу времени генерации. Сейчас это заняло 113 секунд. Давайте попробуем еще разок. Друзья, сейчас я отключил свой OBS, чтобы ресурс он меня не ел. И еще раз генерировал. Смотрите, 37 секунд. Вот реальное время генерации без каких-то там других задействований видеокарты. Вот такая вот опять генерация получилась. В общем-то, достаточно неплохо и достаточно быстрая генерация. Я уверен, что можно будет эти схемы настроить и на более быстрой генерации. Возможно, что-то можно будет еще придумать. И по поводу потребления видеопамяти, я думаю, появится ГГУ в модели. И тоже можно как-то это все будет оптимизировать. Теперь давайте попробуем использовать Flux 2 как Edit модель. Давайте включим вот эту вторую группу и попросим убрать шляпу. Убери я у женщины шляпу. И вот такое у нас изображение входное. Попросим удалить шляпу. Нажимаем Run. Давайте посмотрим, что получится. Так, ребят, смотрите. Сейчас я включил вот здесь вот режим Auto в Sage Retention. И включил Olo Compil. Давайте посмотрим теперь на потребление ресурсов в формате Edit модели. Сколько это все потребляет? 10,5 гигабайт. Потребление оперативной памяти просто зашкварное. 63 гигабайт. Все, что у меня есть, он почти все забрал. Но опять же, это у меня еще расходуется на вещание. Но тем не менее. То есть, в принципе, даже без вещания у меня было около 60 гигабайт расхода оперативки. А вот видеопамяти было чуть поменьше. Было даже, по-моему, 9,5 гигабайт. А без вот этого стрима OBS. Так что смотрите, вот этот узел действительно здорово понижает видеопамять. И здорово ускоряет генерацию. Ну вот результат. Смотрите, девушка без шляпы. По времени генерация стала быстрее. С учетом того, что я OBS не выключал. Там было 130 секунд. С включенным OBS здесь 108 секунд. Но если я OBS выключаю, то порядка 35 секунд по времени. Но я вам показывал только что. Теперь давайте попробуем включить второе референсное изображение. Да, здесь, кстати, шляпа удалилась. Видите, все без проблем. А в плане детализации. Детализация, конечно же, тоже падает, как на Quen модели. Но все равно достаточно неплохая остается. Исходное изображение давайте посмотрим. Оно было... Ну тоже оно было не особо детализировано. Здесь, наверное, сравнение такое особо неуместно. Давайте, по крайней мере, сейчас включим второй референс. И посмотрим, как у нас будет это все работать с двумя референсами. Итак, смотрите, я написал вот такую подсказку. Поместить женщину на фон созданием с первого изображения. Вот такое у нас первое изображение. И вот такая у нас женщина. И получилось у нас в результате вот так вот. То есть, как Edit модель, это тоже модель вполне неплохо себя работает. Друзья, вот такая вот модель Flux 2. Мне она действительно понравилась. Мне кажется, у нее есть перспектива. Вот в базовом варианте, прям вот как сейчас схема генерирует. Ну, не сказать, что она прям вот совсем прям топ, да. Но, тем не менее, она может генерировать на русском языке текст. В отличие от практически всех других моделей локальных, она вырывается вперед. В плане генерации фотореализма, она тоже, мне кажется, вырывается вперед. В плане универсальности, это и генеративная модель, и Edit модель 2 в 1. Тоже достаточно очень интересно. По потреблению видеопамяти, достаточно большие ресурсы она потребляет все-таки. Но вот с Triton, с Edge Tension, как-то здорово получается срезать потребление ресурсов. Я пока еще до конца этот механизм не понял, почему она так мало начинает есть. Но что-то получается, наверное, выгружается в оперативную память достаточно неплохо. И потребление видеопамяти становится вообще около 10 гигабайт. Но оперативной памяти есть, конечно же, тогда много. Будем еще изучать эту модель. Ссылки я вам приложу, естественно, как всегда на Boosty, но также пост в Telegram-канале я сделаю. Там будут тоже ссылки на модели и на базовую схему. Вот эту немножко модифицированную, такую подобранную схему, я ее приложу на Boosty. Всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok